Рождественские чтения прошли в Астрахани. Участниками церковно-общественного форума стали представители сферы образования, культуры и социальных учреждений. В течение двух дней обсуждались вопросы взаимодействия церкви и образовательных учреждений. Школа должна быть преддверием церкви, заметил еще великий русский педагог Константин Ушинский, имея в виду духовную составляющую светского духовного учреждения. Образовательные рождественские чтения – это возможность еще раз встретиться вместе и обсудить проблемы воспитания молодежи. Поэтому активными участниками форума стали не только священнослужители, но и преподаватели, студенты, общественные и государственные деятели, представители культуры. Что мы ждем? Ну, наверное, добра, понимания, тепла, общения. В этом году мы отдельный акцент делаем на воспитательной работе в средних образовательных учреждениях, в учреждениях высшей школы, в наших СУЗах, потому как наши школьники нуждаются в воспитании не только пока они в школе. Мы все сегодня это видим, что наша молодежь нуждается в определенных духовных ориентирах. Мы снова приглашаем наших педагогов к диалогу, мы снова их приглашаем к сотрудничеству. Сегодня звучали мнения некоторых участников рождественских встреч. Школа должна быть освобождена от коммерциализации. А педагогам необходимо воспринимать свою профессию как священный долг, который поможет не только в обучении детей, но и в их воспитании, что не менее важно. В общественном сознании резко понизился статус таких понятий, как нравственность, добро, красота, духовность, любовь, патриотизм, образованность, культура. В современном образовании, подчеркнул гость рождественских чтений, руководитель отдела религиозного образования Ростовской наданной епархии, протеерей Андрей Микушкин, стерто понятие личности. За стандартами и тестированием теряется ученик с его внутренним миром. Говорится о всевозможных стандартах, каких-то инновационных методах, но мы забываем о традиционном классическом воспитании. Конечно же, мне бы хотелось, чтобы здесь проблемы личности, проблемы патриотизма, любви к Родине были подняты. Целых два дня обсуждались вопросы взаимодействия церкви и образовательных учреждений, преподавания основ религиозных культур и светской этики, проблемы учебно-воспитательной работы в вузах и СУЗах, современной культуры, ее традиции и инновации, а также социальное служение церкви и государства. Кроме того, было предложено создать образовательный центр для педагогов, чтобы обобщать лучший опыт обучения и воспитания. Римма Хохлова, Владимир Фролов, Вести Астраханская область.